если нет цель это твоя цель найти цель ты говнарь неважно в каком году ты родился ты все равно говно нашла себе развлечения короче которые я тратить деньги греху и ты гнул свою линию из-за этого меня гнобили что она сказала что сегодня видос на 360 лежал я горючу по кругу крутил типа нагрета старческая шутка ну ты вот вот он посмеялся потому что он тоже старый а ты очень новая почему у тебя сначала там радио школа да потом ты же там еще занимался петь да с пением что-то связано это же немножко другая совсем стихия ну да ну у меня же отец и из-за и мать певец ну да ну я вообще люблю на самом деле я люблю петь вот и мне нравится наверно никто бы не подумал больше лиричная музыка чем ну вот именно исполнение если петь нравится такой r&b классическая там типа бруна марса исполнять лиричные а слушать не лиричное и слушать лиричные нравится я реже это делаю потому что а почему ты это за электро выбрал мне нравится энергетик я обожаю мне нравится вот две крайности типа отдыхать от жести и жизнь то есть и когда ты все время жестишь это но это как тип условно у каждого человека есть ли личности которые противоположны я боюсь что у меня больше существует сказать одно через пять минут еще другое это плохо это это странно потому что уже скорее всего это не из-за того что типа у меня меняется там какое-то внутреннее состояние из-за того что я осознаю какие-то другие вещи и поэтому меня из-за этого так это мне кажется человек настроение наверное я об этом и говорю что лучше наверное не стоит туда лезть потому что там ничего не сказал что потому что это странно а теперь говоришь что не интересно вот она получит я осознал что это не только странно но еще и не интерес главное что суть остается тоже а полезем самое начало давай твоя вообще изначально я танцевал не что я просто танцевал мне нравились какие-то движения типа волна лунный поход который который ты увидел на видосе так мать хочу ну это мой вдохновитель человек благодаря которым я начал танцевать но мне нравилось как он двигается мне нравился харизм подача его персонаж я начала танцевать за тебя потому что я тебя заставил потому что это был период когда ты был супер популярным смотрели твой видос но я не была на тему атлабаду не плаги не в белогорске я вообще тогда не танцевала просто дома сидишь залипаешь там эти видосики танцевальные и твоих и я всегда на самом деле своим ученикам говорил ну вот тогда когда еще был 3d что типа если вы хотите создать свой бренд тогда еще не было такого слова конечно ты поснимаете выкладывать до личный бренд тогда еще не было такого да я не говорю типа давайте ну сделайте хоть что-нибудь пожалуйста снимите на телефон снимите там на что-то вообще если вы хотите быть личностью показывайте себя если вы не будете себя показывать то у вас никто не узнает то же самое в баттлах типа если ты хочешь быть человеком каким-то все без разницы ты должен себя показывать неважно плохо станцевал хорошо станцевал просто нужно быть в тусе плохо не хочется танцевать без разницы и просто люди тебя будут знать будут знать какой-то человек и ты будешь с ними общаться и когда ты будешь с ними общаться ты будешь с ними коннект когда будешь с ними коннектиться будешь перенимать от них что-то и чем больше ты перенимаешь тем больше ты получаешь информации тем лучше для тебя потому что это все усваиваешь начинаешь по-другому танцевать лучше но коннектиться же с людьми можно не обязательно только выставляясь на баттлах да но когда ты приходишь на баттлы там их очень много поэтому тебе не нужно типа вызванивать потому что обычно даже по своему опыту алё привет давай по тренинг давай окей о извини не могу да она бабах все приезжают ну да ну то типа у меня же часто бывает что я просто приезжаю на баттлы и я могу не выставляться но я приезжаю и смог стараюсь по со всеми взаимодействия для того чтобы показывать себя что-то еще и танцует что как бы и но выставляться на баттлы нужно постоянно не типа там все время когда электр тусы она всех тут ну то есть твоя цель стать крутым танцором реально крутым именитым тебе нужно дофига опыта выхода на баттлы чтобы тебя все помнили все даже если ты ну не очень хорошо выходишь для себя тебе кажется что ты не очень хорошо выходишь вот это же не факт что другим не понравится то есть ты можешь выйти тебе не самая главная жизнь свое собственное ощущение я не учусь это оба готовы я думаю что скорее это отжима вот то что ты говоришь внутренние ощущения ощущение комфортно на баттлах приходит только после того как ты очень долгое время на них выходишь у тебя уходит неуверенность у тебя уходит по мне так не работает постоянно выходить раз в неделю у меня так не работает ну а ты пробовал раз неделю выходить ну типа раньше когда это было я же выходила постоянно но она у меня все равно как бы осталось и сейчас я поняла что у меня нет тех целей которые вот например у вас есть которые люди которые постоянно выходят два вопроса 1 твоя основная цель и 2 что ты себе говорила после того как плохо станцевала в баттле что я плохо станцевала о чем речь я не могу поменять свое восприятие пока что ну вот нужно стараться потому что когда я выходил первые разы ну я понимал что сейчас я может не выиграю но я должен всех победить вот у тебя есть это цель но у меня нету вот поэтому как бы тебе даже участвовать не обязательно но баттлах получить удовольствие очень тяжело потому что первое это ответственность это нервы это оценка потому что в любом случае батл это оценка для тебя оценивают абстрагируется от этого очень сложно и типа не не переживать и не думать о каких-то последствиях типа я вышел и мне очень плохо потому что я плохо станцевал и так далее и тому подобное это почти что невозможно возможно только в том случае когда ты все это прошел множество раз и почти ну без остановки потому что ты в конечном итоге понимаешь что все эта фигня и что это никак не влияет вообще ни на что то есть твои удачи они влияют твои победы они влияют проигрыши вообще ни на что не влияет это типа не как шаги вообще-то проигрыши мне кажется влияет еще сильнее ты можешь больше выводов сделать из разряда типа я выступил хорошо здорово а когда ты выступил плохо ты такой мне надо работать вот над этим над этим над этим и ты типа более усердно становишься это правильно я имею ввиду что проигрыш это неплохо то есть я имею ввиду что выигрыш это хорошо потому что ты победил ты показал себе а проигрыш он не влияет в плохом смысле выигрыш в хорошем смысле влияет а против человека мы же все-таки говорим отри и национальное состояние да но зависит от человека будем вот эти споры которые нужно на тренировках нужно это знаешь если опять же если тебе это надо тебе нужна эта цель ты должен типа победить или хочешь быть крутым то ты должен и обязан себя свои мысли правильно направлять потому что единственное и самое главное критик сидит у тебя в голове и если ты его усмиришь то у тебя конечно я знаю но тоже нужно найти себе способы чтобы усмирить в себе этого критика это же тоже зависит от того что мы типа разные и мы не можем все одинаково применять одну и ту же формулу для достижения чего-то каждому нужно либо больше времени либо какие-то иные пути обходы для того чтобы этого добиться либо возможно это по итогу окажется не та цель и он какую-то перейдет за счет того что он шел вроде бы к одной в какой-то момент он осознает что моя цель вот здесь вот но чтобы ее осознать типа ему нужно было идти вот сначала к этому так чтобы потом свернуть на другую слушай я очень много слов услышал и есть цель и каждой цели нужно подбирать свои инструменты иногда человек просто не знает что если нет цель это твоя цель найти цель ну да значит есть у меня был шеф когда я работал на севере он непростую вещь сказал вот когда у тебя есть цель вот находишься в точке а а вот твоя цель точка б ты идешь к ней напрямую если цели нет то ты вот так вот двигаешься непонятно куда и ничего не достигаешь потому что начинаешь у тебя цель очень сложно человеку найти цель блин тебе очень повезло что как бы ты точно это все знаешь ты можешь контролировать и понимать куда тебе нужно идти точно ты это уже понял и осознала это очень круто тип он а у меня с этим проблемы я же почему и застревала в этих состояниях когда депрессивных и плакал на тренировках и пыталась вроде объяснить как бы свое видение что она у меня отличается потому что ощущение у меня другие вот и я например не могу так как ты это очень круто очень здорово но я пока не нашла свою именно точку поэтому мне приходится как бы она какая то есть мне кажется что это вроде бы она но но ты потом так не туда пошел а чё в чем заключается ощущение того что не туда пошла типа нет радости какой-то той эмоции которую я должна от этого получать может быть ты просто копаешь и не докапываешь может быть для того чтобы я коваре еще не раскопала просто для того чтобы получить ту эмоцию нужно пройти через дёготь понимаешь типа для того чтобы получить какую-то позитивную эмоцию я прошел через очень много страданий грубо говоря до физических моральных и так далее и тому подобное и в конечном итоге я достиг но даже если ты достигнешь но ты понимал для чего ты прикладывал вот эти вот усилия вначале нет ну типа когда я только начинал я просто делал потому что мне было пока ну вот ну но я не понимал мне не было цели у меня было только бесконечное ощущение того что я готов типа конкурировать со всеми мне хотелось конкурировать со всеми мне хотелось побеждать всех мне хотелось делать что-то от чего у всех там мурашки по коже и просто мне нравилось фигачить под эту музыку крутую которая очень сильно отличается того что сейчас потому что сейчас она мне не нравится она прикольная но так мало музыки которая типа достает да вот того что у меня есть внутри и то есть тебе больше цепляла мне нравилось очень жирный бас электронный меня до сих пор как бы вот я сейчас вспоминаю мне даже мурашки по коже техно класс но очень сухая музыка Лиша просто мне нравится вот этим басы мне нравится вот тут вот прямо разряд электрить электричество мышцы музыка электронной не потому что оно электронно и потому что типа ее сделали на компе там подкрутили там и так далее там электронной прям вот электрические звуки вот этим вот это меня прямо очень включает ты со своими тренишь под таком ну ну я трени по разную музыку почему потому что нужно приучать их танцевать под такую потому что они разное звучание если там кто хочет на батлах участвовать им нужно уметь танцевать под такую под такую потому что все таки музыка разные танец тоже должен быть разным и когда твои ученики не знаю я никого я никого вообще не заставляю и я нет желания я не знаю слушай это такой не разговаривал с ним не спрашивал как разговаривал конечно я говорю типа вы выходите тогда когда вы хотите у меня есть много детей из них выставляется один али хайрулин который выиграл последний чем вот потому что он сам по сути такой точно такой же как я в плане того что он тоже очень конкурентный и по ему хочется побеждать ему хочется фигачить немного энергии но он молодец с девчонками посложнее вот с конкурентоспособностью есть есть кстати пару девчонок которые прямо очень классные одна правда сейчас уехала в англию и через год только вернется я у нее тоже есть это жилка с ну вот батловая она прям хочет и она по моему на разе первый раз жизни поучаствовал своего стайлс против просто каких-то сумасшедших танцоров которые по 15 лет танцуют а девочка просто никогда в жизни на батл с толком не выходил ну конечно не прошла там ну это бессмысленно но в целом нет вообще не расстроилась но она понимал ее и заранее сказал что даже понимаешь что как бы бессмысленно это такая история зажатость она вот это вот который в ней было она передавалась во все движения и все движения были очень 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 такие скованы ну это понятно с опытом же все приходит в любом случае тебе понятно с опытом приходит вот и цель твоя тоже придется опыта мне кажется и найдешь себя точно так же и может быть и батли даже захочет арута сасуке сасуке собрались тут я только десятере посмотрела все больше 3 половину я почему-то все посмотрели это очень долго мне кажется годы к сорокам то плена я вчера посмотрел новый сезон секс-эдикейшн мне безумно нравится сериал половое воспитание на флексе вообще топ мне нравится калифорнике что ты строперская все же натуре напишите в комментариях старый он или молодой по поводу батлов вот у меня было такое ощущение как можно понять батловый танцор или нет когда ты смотришь на батл тебе хочется туда мне хочется но я считаю что это значит и батловый да ну если ты не был батловый не хотелось но не хочется но видишь на у меня нету вот этого желания кого-то выиграть мне кажется делаем всех люблю и я не могу вообще кому-то какую-то другую эмоцию показали не про это говорит я же тебе говорю про батловость тебе нравится в этом же заключается чтобы в батах участвовать ты там заряжен я хочу выиграть сейчас у всех цели разные игру про себя и да мне хотелось всех выиграть хотелось показать себя доказать кому-то что то не стоило не кажется чем доказывает ну потому что я никому ничего не должен доказывать и должно тоже делать то что мне это же было в самом начале у тебя что как раз и дало тебя зарядку это да но я тебе говорю про то что вот если ты смотришь на батл и тебе хочется туда участвовать значит на самом деле ты была батловый чувак чувих но из-за каких-то своих зажимов ты не можешь раскрыться на бат у меня та же самая история ты думаешь я сразу хотел ну типа у меня сразу получалось нет у меня тоже очень много было зажима с которыми я работаю и до сих пор работает у меня есть такие моменты что во первых если они греты у меня еще очень тяжело танец идет очень тяжело типа максимально второе мне нельзя пить кофе потому что из-за кофе у меня тормозят мозги если тормозят мозги ни о каком представили вообще не может быть и речь вообще то есть типа я тупить начинаю из-за того что я пью кофе то есть она типа меня будет а потом у меня просто такой за тут что я не могу просто вот взять и что-то прям очень сложное много-много задачное выполнять его какую-то простую штуку до нос фристайл это как раз таки об этом то есть у тебя мозги должны максимально работать и они прямо должны так туда это знаешь вот как математику считать вот ты сначала очень долго там два плюс два считаешь а потом очень быстро и вот фристайл именно о том как ты эти движения считаешь между собой и и выводишь типа насколько быстро ты это сделаешь но это грубо говоря момент фристайла твои мозги должны работать на максимум не иногда мне кажется через чур сильно работает полицает у меня вообще иногда девочка типа знаешь как будто бы иногда нужно что-то вроде кофе например выпить чтобы просто успокоить свой вот этот вот разум что там куда-то летит так это же наоборот круто это же максимально творческая тема ты же творческий человек это наоборот хорошо если туда в такие моменты я и перенервничаю мне происходит а знаешь что я нет прикол в том что кофе не только вот тормозит допустим у меня мозги на каждого подругу по разному действует он еще меня разгоняет нервную систему если я начинаю нервничать то я в три раза сильнее нервничать на баттл вот то есть поэтому я никакой кофе не пью вообще ничего не чай не кофе особенно лучше бы за день до баттла вообще день в день баттл ну дизай я думал ты вообще кофе не пьешь пью пушка кау пьешь да мы стоили сто лет вообще не виделась это потому что я перестал преподавать взрослым и не хочешь больше не смысле взрослым именно плане возраста или в плане опыта не взрослым вот продвинутым делал не в желании дело иногда в желании конечно его времени времени вообще нет потому что из-за студии вот из-за проекта вот и за себя потому что хочется посвятить время себе уже потому что я очень долго очень сильно старался чтобы это все не развалилась здесь приехали ребята пусть перед этим заниматься я отпускаю пожалуйста матэ синга мят все остальные валя сейчас приехал да пусть занимается развитием культуры пожалуйста я устал типа я 10 11 лет просто без остановки этим занимался чтобы здесь хоть что-то было вот я устал вот я хочу заняться собой я хочу быть тоже типа тренить быть на уровне его потому что преподавание в таком количестве и тренировки самого себя это вообще несовместимая вещь я хочу танцевать я открыл студию с чеплыкиным же и для того чтобы развивать детей но уже не напрямую ну как за кулисью знаешь я убрал вообще все и более того вот допустим в новой школе где у нас в л.л.б. я больше не пропадаю новичкам вообще только продвинутой группе вот те вот ребята которые типа были да вот они с тобой да и по ходу дела они уже начнут мне ну я вижу что они загораться начинают потихоньку вот прошли три года три года это много вот и они начинают загораться нет смотри ну вот если брать так за там все сразу было понятно они буквально за год уже все поняли и мы уже тренинг так у вас там и ребята были сильно постарше подожди нет в диману было 14 когда он пришел 14 это не 10 ну там я про старших тебе говорю не знаю почему отказал что вы все старше были не были вообще мелкие о чем речь у тебя сколько это было 20 21 не знаю мне кажется все просто типа людей зависит ну не только от поколения тоже зависит потому что блин мы с тобой даже не знаю что такое телефон и когда мелкие бы мобильный это же влияет на твое видение мира вообще сильно тот поток информации который им приходит сейчас у нас вообще даже рядом не стоял потому что вот ты чувствуешь справедление считаю гораздо лучше чем наш я не считаю не лучше не хуже просто другое все это не имеет значения лучше не от того что каком-то поколение родился а какой-то человек и какое у тебя воспитание если абсолютно если говнарь неважно в каком году ты родился ты все равно говнарь разных поколений разные говнарь зуммеры или говнарь мы менял и миллениалы миллениалы это вы или мы мы с тобой в 1 до категории не всю ты начать меня старый называешь расслабься это начал кстати вот этой почему я начала танцевать мне нравились ваши номера я их смотрела типа такая блин классная тоже хотела там танцевать так надо было приезжать классно мне было тоже сколько 14 лет вот мама я в москву школу не окончил я не хочу учиться и когда я уехал все потеряли мотивацию тренироваться потому что ты всех их держал да и после этого я решил что я никого никогда не буду направлять все время типа я всегда буду оставлять вот какой-то зазор чтобы они могли сами выбирать иначе они без тебя еще ничего делать но максимально не самостоятельно получается в плане танцев не сами в принципе а в плане вот танцев типа они привыкли что я находил там операторов мы снимаем учет там участие не участие все за них дело скорее всего я на сто процентов не уверен но если вот я ушел и все ушли из танцев кроме димас димас до сих пор преподает везде там пашет как лошадь вот он прям вот у него что он тоже был период когда он до очень большой и я пытался ему объяснить что типа это просто эмоциональный у тебя срыв не нужно бросать все к чертовой матери и во все тяжкие уходить но у меня не послушал много нужно было пройти вот этот он должен сам понять да и так всегда это нормально потому что новин как я типа мы пока сами не пройдем пока сами не осознаем зачем это надо и почему так происходит ты веришь гороскопы да ну это иди рыбы что про них говорят по именно но я знаю что у меня норм типа я не не вызывает у меня дискомфорт а кто тебя вызывает дискомфорт скорпионы у нее иногда бывает какие-то моменты она как резко скажет я просто не обращаю внимание потому что я не знаю потому что я просто я ее знаю да вот но я иногда такой блин так ладно но со скорпионом не очень хорошо бизнес строить это же не значит и за каждую скопиона должен типа хвататься играть давай бизнес откроем арбузы там продавать а типа кто по кироскопу чё-то весы все бизнес не получится тоже проверил потому что жена опыт уже нет у меня отец у него жена подавление это если говорить о гороскопах да уже конкретно то типа самое лучшее совпадение в плане семьи это весы и он потому что виногония весы этот ветер а мне кто нужен от это рыба рыба а я не знаю и кстати не знаешь что скажу еще есть прикольная такая тема я просто статистику или у меня из учеников больше всего рыб лесов овна и еще как не помню вот три основные прям он больше всех идешь статистику но я спрашиваю я спрашиваю реально спрашивал мне просто интересно стал я не скажу что я прям беру гороскопы ну так что прямо это меняет мою жизнь но типа есть какие-то да 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 какие то вещи которые я заметил что они работают ну вот допустим с весами у меня со всеми ну хорошие отношения я допустим с раками там посложнее потому что не слишком эмоциональный они такие творческие очень и у них перепады настроения бывают очень сильно вот и на этом фоне у меня могут быть короче ну рабочим траблы потому что я как раз таки наоборот пытаюсь максимально пунктуально быть и пункту ладь не сегодня сегодня а это не моя вина причем вот здесь прям понимаешь типа можно было выйти посередине пробки и дайте и быстрее приехать на полчаса раньше это на консервинге туда я думаю вы уже все машину купили да не зачем ну квартиру она сейчас машину купишь она тоже будет в том же районе получается что квартира до ну близлежащий он чтобы через дорогу а у меня короче хоть и не верь в гороскопы но я только одну заметила взаимосвязь короче только то что у меня с водолея с водолеями да очень хорошие у меня очень много друзей есть именно водолеи вот и все это единственное что я заметила все но нет это так знаешь это как из разряда я не верю в магию люблю чтобы но мне прикалывает например когда я прошу настю мне на торопах для понятно просто суть в том что я не верю в гороскоп и настолько что там типа все ну там есть много вещей которые характеризуют людей нормально причем некоторые вещи причем мы иногда снасти смотрим и иногда просто полная чушь как это пишет но чаще прям совпадает разный сайт открой там если будет все по-разному там прикол в том что овны типа еще трех разных видов бывает это зависимости от того когда ты родился и там вот у каждого у каждого я в курсе да и вот если наверное я не знаю точно если прям нырять в эту историю то возможно там будет прям достаточно четко описывается твой характер твои какие-то поведения надо смотреть слушай а ты когда периоды был вот этой популярности твоей прикольно типа какие-то испытывал эмоции и какие-нибудь там казусы были прикольные истории лишь ты тебе не нравилось в этом да нет мне все нравилось я помню у тебя был короче видос где ты рассказывал о том что тебе бесит да про то что видосы скидывает посмотри моё видео она правда плохом качестве темно и я в черной кофте типа оцениваю я даже лица его не вижу не пойму что это майнкрафт какой-то там и про рубашку там еще было вот это голубой то есть до сих пор пишет ребята типа помоги мне прокачать мое электро о чем я тебя даже не знаю я фотку твою только вижу в инстаграме как мне пока помочь типа трей наш матки не просит больше сейчас уже все слава богу а на улицах узнавали до постоянно до сих пор до вот вчера привет луни как два вся история я там а он по моему благе как раз для чего он говорит типа было помнишь мы с тобой там тусовались я честно говоря но не узнал потому что наступили лет прошло уже чего-то вообще по-другому здорово а подходит те кто даже с кем-то вообще не тусовался там например вот мы в сочи были когда мы просто шли на вокзале любимые и прекрасные женой мы просто шли на вокзале и чувак какой-то а он у него там жена и ребенок я веду вас и смотрел да ладно прикольно кстати по поводу видосов типа если если адекватный вопрос есть ну конкретный типа не такое такая вода типа как мне танцевать или что мне улучшить в электро то я отвечаю если присылать человек сразу видос и говорить посмотри пожалуйста и подскажи на чем поработать да а когда мне просто пишут как мне улучшить я не знаю я не знаю потому что я ничего не понимаю вообще кто ну и соответственно тем кого я знаю я всем отвечаю обязательно в обязательном порядке всех кого я знаю из наших там электро дэнсеров и там детей ну короче всех кого и обязательно присылает а ну почему так по итогу электро выбрал так музыка и всякие из-за музыки начало такой волны там делал ему походочку да я много дачу делал тоже наверно какой-то видос увидел какой был да блин не из видоса я тебе больше скажу мне нравилось сначала электронной музыкой от нее перс а потом уже вы не чувак сказал что есть такой стиль что под него типа танцуют все вот это мне понравился стайлак не потому что он эстетически мне понравился или руками вас какие-то движения нет но и просто нравилось как он передает ту музыку которая мне нравилась но он подходил от ту музыку которую мне хотелось танцевать стиль hip hop это не моя тема просто не потому что мне не нравится стив пупому за мне не нравится музыка ну то есть большая часть тебе потому что они вызывают у меня каких-то негативных мог она у меня ничего не вызывает вот чем проблем вот из-за этого только есть отдельный треки ты интересные которые я вижу классные я прям слушаю я что-то представляю да но в целом типа вот это не моя тема типа крамп или это моя штука но в крампе мне не нравится то что она как хип-хоп понимаешь нет ну типа ну такая же ну то есть типа чуть-чуть помедленнее по агрессивнее но в целом как хип-хоп но для меня я у него смотри вот не разница между крампом и электро и крампом и хип-хопом по музыке имен насколько больше между крапом электро разницы из крампом и хип-хоп по музыке и да ну про музыку собирая не про танец все тогда я понимаю да о чем ты говоришь ну то есть крамп музыка ближе ближайший культура да то есть там есть тоже крутые треки но в целом они не вызывают у меня никаких вот хотя танец вызывает но я тот человек который танцует из-за музыки не за танцем поэтому я не танцую крампу мне кажется у нас в целом многие пришли за музыки наверно не знаю смотрел поэтому как-то так все это выстроилось и поэтому наверное мне не очень хочется батлить сейчас на электро тусов потому что музыка не та которая мне нравится она прикольная но не более классно драйвовы но там нет тех эмоций то энергетики которая была до этого типа просто какая-то жесть блин а когда еще период тип хаоса был не вообще не вообще люди пуха такое она чисто для чего ну вот она тебе нравится драма мода мне вот от нее вообще никак это потому что там вайп другой там не вообще не батловый ты просто представляешь как ты на берегу моря у меня даже на берегу моря не хочется быть к на слушая не очень хочется и важно какая музыка на есть некоторые треки которые цепляют в целом короче эмоции не вызывает я тоже батл и люблю только электросовую особенно вот новые новые новая музыка хопперская типа которые похожи на трек вот эти вот понимаешь ну вот эти вот да но мне кажется она мне больше нравится чем классическая вы мнение вот мне больше нравится на 50 сен а ты же получается когда танцевать начал даже не понимал что да это будет твоей со твоим смыслом жизни твоей целью да какой-то ты сначала просто это дело для кайфа сложно сказать возможно я понимал уже тогда не знаю мне кажется нет раз ты потом уехал буренгой они этого рингвая уехал не за это центр специальных систем о-о-о-о или зал ну короче там там была группа из низкой компании и чё-то там делал я сначала финансистом на вот ну по профессии экономист потом меня уволили да потому что очень сложно было соединять работу и тренировки потому что очень поздно домой приезжала не отсыпался и на работе я просто вот так вот высыпал особенно после обеда меня рубил дожди так у тебя же было слово на нога это смотри я сломал ногу как мне сломал мне наехала машина на ногу не наложили гипс я месяц просидел дома машина получилась они уехали ну просто свалили очок камеры не было нигде на улице обычно просто беру вот я просидел дома месяц с основной ногой потратил все деньги мне нужно было найти работу вот я прошу работу а и тогда уже в тот период типа у тебя нога восстановилась до месяца я лежал дома и поэтому тоже мог тренироваться да и тренироваться дома ну в общем я могу как раз так за тогда очень сильно работали плотная туда на тренировки со сломанной ногой приезжал меня друг привозил на машине на тренировки я там на тренировках на табуретке сидел и всеми истинные танцоры называется а потом новый новый уренгой да потом два года я отработал финансистом в этой компании потом я понял что мне надоело тут сидеть ну скучно в офисе тренинг детстве поехал новым вы там повеселее было но ничего нового там на вертолетах летали северное сияние увидел но очень много интересных вещей много людей я последние два года на марингу отрабатывал и концу меня должны были повысить а там кризис дуба ну и все я понял что типа мне все говорили это знак нет я понял просто что мы не все говорили что когда ты работаешь компании это стабильность но нифига это не стабильность типа компания идет вниз и ты вместе с ней вот и уж лучше зависит самого себя и себя в этом винить чем зависит от другого человека типа вините и просто нет никого не винить но типа быть ответственным за ошибки других людей я не понимаю в этом смысла и плюс еще чтобы больше зарабатывать тебя или должны повысить какими-то способами либо ты должен больше работать когда больше работаешь больше умираешь хорошего эти деньги которые тебе приносит тебе даже счастье не приносит это смотря на какой-то работе правильно просто каждому сумму свое решает денег на типа и в компании я же такие люди которым это нравится которые от этого получают удовольствие обычно это те у которых очень хорошее место и у которых хороший запад ну они там шли к этому они понимали к чему они идут только везде своя цель я говорю про свой опыт я не говорю про других людей по сути только про свой опыт который я получил то что мне не понравилось в этой истории но я понял одно что меня бесит когда мне указывают руководитель мой он не учил не как правильно работать как правильно жить видишь опять же да я пока сам не понял не ну конечно нужно как всегда пройти определенный путь чтобы понять всем советую если вы считаете что возможно у вас получится бизнес в другой какой-то сфере попробуйте вот если не зайдет то тогда вы на сто процентов будете уверены в том что типа танцы это ваше тело потому что ну это кайф ну или не танцы а любая другая цена да грубо говоря мы же просто сейчас наверняка нас больше танцоры смотрят нас никто не смотрит этим скажу мне просто нравится да что-то деньги тратить нашла себе развлечение короче которые я тратить деньги глину это это хочу очень молодец на самом деле вот нашла даже даже если не считать что там типа ты не говоришь там много хотя ты говоришь много просто наверное не вставляет вообще-то я правки делаю и себя удаляешь весь некрасиво да мне не нравится я удалю конечно же но в целом нормально не кажется тебе в этом в этом направлении двигаться потому что очень мало каких-то таких вещей прикольно ну как я уже другим там людям рассказывал о том что у меня цель не себя как-то показать если другие если я этому иду что я же уже много лет здесь вот в этом но я себе не вижу как как каким-то артистам например вот который будет двигаться там я там супер крутой танцор или еще что-то мне больше нравится когда люди вокруг меня чтобы другие тоже их знали и чтобы понимали за что я люблю каждого потому что это же типа все как семья для меня как мой второй дом вот нашли цель я не совсем до конца же уверена то это или не то как того пока кайфую от того что делаю поэтому все супер ну вот видишь цель у тебя есть то что ты меня я очень хочу чтобы кто-нибудь подарил короче микрофон настоящий да они вот это они рабочие они рабочие 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 над каденс над каденс центр над каденс центр почему центр они студия потому что ну-ка надоело просто это название студия школа танцев хотелось бизнес центр мы просто хотим до что центр не в плане того что типа бизнес центр еще что-то центр где самые классные танцоры которые живут красногорске их там очень много вот они все собирались у нас в этой точке вот и все обменивались и так есть потому что валюка он переехал и да и я на это повлиял тоже и чепа вытащил и там ребята груда фанки любой маша по моему ходишь тоже прикольно двигать но много-много-много танцоров кто-то более уже крутой а кто-то менее крутой но все мы разные и когда мы все вместе это прикольно вот у нас даже кей-поп и это по-любому чепина была идея да и по включить а тик-ток хорео но это общая идея на самом деле не зашло вообще ни одного человека а на кей-попе 8 8 или 9 при том что это нормальная группа для состоящих муки поп там же есть прям отдельные студии школы танцев до ски-попом но зачем нам отдельно студии танцев шофлом но а наша флит шоу вас там ты будешь выбирать у нас две самые популярные группы кей-поп кей-поп электро вот у меня группа была последний раз было 6 или 7 человек но опять же да это потому что мы всего неделю а дальше больше вот мы собираемся сотрудничать со школами у нас там три школы рядом дозвониться на них почти что невозможно вот раздаю листовки сам сужение и там обменим сами тоже то есть если кто-то хочет и хочет открывать бизнес готовьтесь упасть в самые низы опять листовки только нам за это не платит нет но это понятное дело это 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 жестко в плане для самооценки потому что ты ходишь такой вроде уже и как бы именитый и там ты много чего достиг раздаешь бумажки люди за они себе они тебе тип да отвали такой блин что за жесть но я понимаю что им просто это не нужно поэтому они идут дальше да но все равно как-то как-то привык знаешь к тому что тебя везде все встречают типа все тебя знаю тогда и все к тебе уже плюс-минус расположен вот а тут типа вообще просто тебя воспринимают как какого-то студента прощала типа отвали назойливая мушка прощался бородку за забрее пуш школьником я просто на автомате сказал на пк и чип такой у крутой название и я такой не давно давай дальше думать и мы дальше думали а потом вернулись все-таки да да потом почему-то вернулись потому что ничего в голову не шло на самое долгое это было не название это был логотип мы так заколебались просто его делал я тебе покажу сколько там вариантов было и можешь даже в видос вставить это просто бесконечное количество там как минимум вариантов у меня на телефоне не так много нет вариант вариантов 20-30 точно было мы просто не могли ничего найти а потом что-то мы взяли себя в руки такие давай все-таки референс сделаем нормальный и зашли на какой-то сайт где вот ребята делают эти все логотипы канала нет нет по моему я не помню это не я нашел писать вот и мы там посмотрели накидали и все и сразу получилось ну короче мы идиоты просто на самом деле надо был сразу так сделать мы бы во-первых сэкономили деньги сэкономили свое время сэкономили бы чужое время и нервы просто грубо говоря сейчас вот студии занимается же не потому что я не успеваю я делаю какие-то вещи которые я могу сделать позвонить что-то узнают что заказать и так далее тому подобное на выходных по обмене там и в четверг потому что не 4 свободный вот все остальное время он там все где вообще есть какой-нибудь выход на это вообще тоже выходной что не считается я когда не преподаю это для меня не дать задаю и не мне никто не звонит ничего не спрашивает ничего не требует никакого врала нету там никаких вопросов ничего нет вот это это выходной да то есть и когда меня никто не трогает это выйти для меня выходной когда вы выспаться можно слушай я высыпаю каждый день я высыпаюсь плюс минус просто амнистика вроде значку выброс расскажи про самый счастливый день своей жизни это день когда я прилетел саратов ну правда ну очень круто вот уже семь лет вместе два года мы женаты замужем и я не на минуту не пошалел вообще не подумал о том что типа какого хера понимаешь почему так расскажи про ваш знакомство блин я так не люблю это рассказывать почему ну даже это очень долго это правда очень долго но если прям совсем вкратце я был на маренгое а мы с ней познакомились еще в сарике когда мне был 20 с лишним 23 я короче саратов ездил класса давать и мы с ней просто поздоровались смысле на класса не было авто на автопати если мы так на хате и вот и антарская правильно да мы просто не поздоровались все то есть нас познакомили она видимо не вконтакте добавил ее в ответ добавила все на этом закончилось и потом через несколько лет я и нашел опять там же вконтакте и просто написал начали общаться потом она меня игнорила и я такой тип она игнорит ладно как бы пофиг но ей паруса не не было такого что тебе на ответить просто пару сотрудник сообщений написал она мне ничего не ответил я думаю в чем не в итоге на новый год она мне пишет в общем но я сказал что ок и все но там он уберется да очень сложно ответить когда сессия невозможно просто написать ну и в итоге что опять начали переписывать и но я поставил себя тоже как человек адекватного искал ну типа это если мне кажется я написал бы ой привет ничего бы не было я сказал типа ну это ненормально это какая-то хрень тебя есть ты хочешь нормально общаться давай нормально общаться вот так и вот с этого момента кухня я сразу зацепила не знаю не знаю всего я не спрашивал так она себя чувствовала но зашкварная история тебя так у меня нет смысле нет ты был молодой ты тоже творил всякую штуку разная так и бухал и история же там есть всякие да все стандартно типа домогался к телкам когда бухал ну тип и все самая тупая не была тупая история но это никак меня не характеризует никак то есть была история такая что мы поехали в ростов по моему вот и там с ростовом был город рядом и мы поехали туда к девушке а пригласила всю толпу просто вот тусоваться и был прикол что все тусили тусили и как бы уже собирались спать все почти легли спать и и она такая активизировалась это хозяйка просто начала всех матом крыть всех будите выгонять на улицу потому что кто-то там обливал зеркало что короче просто сама позвала сама всех это как-то очень странно типа с моей стороны никакого же зашквар не мне стыдно за мои какие-то танцы и обычные такого что стыдно ну да мне иногда за мои выходы стыдно я понимаю что это нормально что я так танцую просто потому что там допустим я не тренил вот или потому что у меня не было настроение танцевать или потому что типа блин я в этих сраных джинсах танцую понимаешь потому что я привыкли у них на делах ну в целом да то есть какие-то вещи такие которые влияют на твое состояние негативный такой чем тебе все больше всего комфортнее танцевать в обычных тренировочных майки и в футболке раньше я очень любил длинные рукава по двум причинам первое она скрывали мои тонкие руки я раньше был грещен вообще конченым вот и второе помогало разогреть руки быстрее я тебя уже разговаривал говорил что и без разогрева вообще кривич ну очень криво танцую ну получается даже сейчас у криво для тебя ну да для меня как мне хотелось бы не получается когда не разогрет когда разогрет и но совсем другой идет подачи все и все точки и такой твой способ короче да да просто вот рукава надеваешь и все и она быстрее гораздо греть интересно я не знал это обычно хочешь разогреться надень больше одежды вот можно шубу надеть и ты знаешь хоппер вообще в этих танцуют шубах нет пуховика пуховика две вещи почему это хорошо первое разогреваешься а второй объем увеличивает они широкие поэтому я говорю тонкие руки были одеваешь кофту они не такие тонкие и объем увеличивается о вспоминании каких-то историй их наверняка был до хренищина я ничего не помню короче говоря когда был мелкий мы часто ездили в сад сад это просто сад там где цветы нет нет сад это где у нас была территория земля где росли там яблоки ягоды вот это лично сада это свой садик где там все там огурцы помимо в общем вот рассады короче вся вот это вкусно и мы там на самом деле называлась там суть в том что у нас был дом двухэтажный и там была квартира ну в этом короче вот как наши дома только двухэтажные ну потому что это вообще ежова это ешь корола подъешь королой село вот я один раз была в доме короче с двумя квартирами дом трехэтажный по моему и две квартиры короче и все и вот эта квартира типа то все это живет теперь ну короче там наоборот там два этажа и много-много квартир типа многоквартирный дом двухэтажный вот и суть в том что у нас было там квартира а сад был еще на велике надо было ехать 10-15 вот поэтому это не дача называется потому что во первых это квартира и во вторых потому что это просто просто участок земли с каким-то домиком маленьким буквально вот однокомната чисто чтобы там поесть там что-то поделать какой прям не знаю там квадрат чтобы зайти и делаешь все свои дела чтобы никто не видел просто зеленых яблок наелся такой или шиповника ой не шиповника это крыжовника зеленого расстрел там всех проходить ну вот и короче у нас там был забор такой самый стандартный где вот полы и такие трубы и сетка идет железная и прикол в что мне очень нравятся звуки всякие но вид видимо вишь уже с детства я брал палку и вот так вот внутри этой трубы делаем звуки очень прикольные были и там разная длина трубы я проходил каждый трубе и каждое дело не разные звуки издавали мне очень нравилось я там кайфовал вот и как-то дошел до той трубы которая начала жужжать иначе совсем сильно иначе типа я начал вот так вот делать и она и оттуда рой ос вылетел и меня закусал просто до смерти просто вот так вот настолько что типа я просто потерял сознание и проснулся уже дома понимаешь какая жесть была но это не зашкварная но такая у тебя спас а я не знаю но я не помню вообще в деревне у меня была постоянная какая-то хрень была зашку не зашкварная история это когда мы из соседнего села ехали на копейки что ли по грядкам копейка машина слишком молодая чтобы на старые марки вот самая первая была копейка дедовская или короче не помню на чьи-то тачки но это была русская какая-то прям ладова такая старая мы папа грядка это я знаю вот монетки мы по грядкам сваливали от дпс ник там короче прикол в том что мы поехали в соседнее село на копейки по грядкам до дпс никогда не тоже ехали на тачке и это послушай сейчас расскажу соседнее село ехали ни у кого не было прав вообще ни у кого а нет у кого-то было про больше 20 ну двадцатка может 21 у кого-то были права но мы поехали туда тусить и все набухались я один был трезвый но я водить не умел почти ну то есть я понимаю руль я понимаю что там коровка передать что-то такое типа знаешь смутно и приходит смс к о том что у нас есть один въезд в село только один и там стоят дпс ники и они по-любому нас тормознут потому что все бухие но все бухие чтобы на них не напороться мы ехали по картофельному поле по грядкам бутанку понимаешь и вот и вот я рулил то это было вообще жесть я на всю жизнь запомнил меня такого стресса никогда не было вот и постоянно там я там руки ломал просто заборы падал там у меня через заборы костюме не просто посидеть на заборе и брат забрался рядом и меня скинул отдел задел я упал на это было в специально твение потом что там было у меня был прыщем расчесал пошел купаться в местную речку говняшку и у меня черепа это очень больная штука вот посмотрите загуглите это ужасная хрень лучше вам не сталкиваться мало того что появляется один он еще пускает корни и появляются другие от него и типа их может быть очень много понимает о чем ты говоришь это жесть это очень больно невероятно особенно когда кир лечится только хирургическим путем когда уходить я плохо стал их ну вот в этой деревне у меня каждый год происходил к консерве постоянно что-то происходило я или напарывался на какие-то неприятности с другими но во первых меня не очень любили потому что я был из москвы меня все с презрением называли москвич до булили ты как давал сдачу мы не дрались мне не дрались но иногда дрались ну типа я да давал сдачу вот но когда там против четверых я же не супергерой ну дальше и да я получала четверых и очень часто и типа ребята понимали что я не дам отпор 4 эти часто этим пользуюсь да ну часто буду я думаю ничего в этой жизни не добились карма их настигла обязательно да мне все это хорошо это я мой внутренние ну короче да если если кто-то думает что моя жизнь состоял только из успеха ошибается то есть весь школьный период это был очень жесткий от типа я максимально расскажи нет я не хочу это во первых надолго во вторых это будет выглядеть как у нас я плакаюсь когда нет наоборот жить и подтверждили что своей истории возможно кому ну короче если вы заметили я не люблю никого слушать и я очень часто делаю на зло ну типа вот раньше особенно когда мне говорят делать так они так я специально делать так как мне удобно и мне в принципе насрать вот сейчас как бы не так но вот раньше это было на пике и за это меня не любили очень сильно школе да а еще я в школе очень любил врать ну не врать а дружка получается да ну не врать а приукрашивать при за преувеличивать показывать какое классный но это вот как раз таки на фоне того что типа я не был особо популярным в школе тебе хотелось да мне очень хотелось ну типа для меня это было вообще очень сильно показательная тема но я чувствовал что я могу но я не понимал почему это но этого не происходит почему нет это уважение я не шел на компромиссы ни с кем я ну все время гнул свою линию из-за этого меня гнобили ну типом постоянно как-то обзывали не обзывали там все вот ну и еще вот то что я постоянно преувеличивал врал и вот придумывал себе какие-то регалии так далее там потому что мне хотел кстати это кстати есть как параллель типа почему ты пошел танцевать как не скрывается типа потому что мне хотелось внимания самый прикол что когда я успокаивался и у меня не было этой истории люди начинали даже те которые меня не любили они начинали ко мне тянуться типа мы начали мы иногда общались там нормально общались типа вот прям хорошо общались но потом опять как это хрень происходило и опять все вот это вот обратно в эту историю опять вел себя как баран потому что ну нет смысл винить людей людей которые со мной были тогда потому что невозможно же чтобы если ты хороший чтобы все тебя так ну типа не особо уважали иногда типа знаешь вот это вот какой-то неуважение там буллинг назовем это условно так в школе когда они чувствуют что ты слабее них да можно из-за этого они на тебя накидывались ли это тоже был тоже был то есть я их провоцировал они почувствовали что я ну типа не особо а здесь ты спровоцировал задел их внутренние и они сразу выпустили ну вот либо такая и вот так вот я наверное с пятого класса до 11 не общаешься на классе но я тебе скажу так типа в школе я не был лохом типа каким-то еще тогда меня не гнобили прям жестко были ребята которые были хуже меня их прям вообще очень жесткого выпускали и поедая часто дрался мне часто не дрался меня просто били вот такие истории были я не знаю знаешь у меня вот с переменной вот этой вот как и каким-то успехом это было то иногда мне прям говорили владуста красавчик а потом говорили ну ты ты уж тебя кидала получается и вот о чем я хотел сказать у меня друзья то были друзья с которыми я общался и при том что там у меня был один друг который достаточно типа все его уважали но все с ним общались и уважали он меня и поддерживал иногда иногда как ну как пацан засирал вместе с ними то есть это нормально пацан пацаны знаешь как типа когда когда тебе парень ну два парня говорят что ты там дебил грубо говоря но мягко говорят все по-другому говорят матом вот то считает что ты классно ну пацаны как друг с другом разговаривают они могут всякую херню друг о друге говорить и это нормально считается это не не должно восприниматься как ну да ну ты была она вот в таком контексте да ну вот я просто не хотел материться да это разная вещь блины знаешь мне кажется что не каждый человек даже поймет вот у меня был друг который популярный был и который нейтралитет всегда держу то есть чувак максимально без каких-либо намеков на это наверно грубо будет звучать на свое мнение хотя она у него было конечно же он просто его не не афишировал как я агрессивно старался на двух стульчках не он просто нейтралитет он его никто ни о чем не спрашивал в плане его ну по сути типа его мнение спрашивали ну так он все время он все время максимально умел держать нейтралитет и никто про него ничего плохого не может сказать но это тоже крутую качество потому что я так не смогу потому что у меня есть своя цель свое видение и типа если не так то никак иначе вот это и плюс одновременно и минус да вот поэтому если даже как и в его поведении эти поэты с одной стороны и плюс а с другой стороны соответственно это везде так прочее прочитала недавно книгу я вам некоторым рассказывала победить депрессию чтобы она не победила тебя название звучит глупого стенка ну для простых смертных ну как-то знаешь не углубляясь там выход научным эти вот сленги все такое и она написана очень просто и прикольно то что она конкретно соп конкретные примеры идут людей что у них было как они справлялись там конкретные методики прям выписаны где-то какие-то таблички что они вообще делали как какую терапию они использовали типа очень прикольно чтобы они чувствовали как они выходили из этого состояния например у там есть всякие методики первоначальные что я запомнила как в целом отследить этот момент когда ты ушел туда и там есть список вопросов на которые тебе нужно оценить там по шкале там основном все по шкалам идет там от одного там до 5 до 10 ну ты когда находишься ты не всегда можешь отследить национальный не всегда же может быть устойчивый понимать контролировать что происходит но у меня так происходит я не знаю мне проще да как бы а я могу и не понять у меня знаешь я могу застрять там и все у меня знаешь какая одна критерий один из критерий типа когда вот и перегораешь когда уже приходит это больше вот такое состояние это значит первая вещь по которой я понимаю что мне пора отдохнуть это то что меня бесит когда мне звонят или пишут просто бесит независимо от того кто написал кто позвонил просто вот не хочется отвечать типа я отвечаю но мне не хочется мне уже надоело что мне кто-то что-то от меня просит это уже первый звонок о том что мне пора короче уже но это даже больше но у тебя то нет получается никак депрессивная да какое-то там может тревожное это это больше не а депрессии это больше о том состоянии который который приходит приводит депрессии это истощение моральное эмоциональное выгорание называется вот когда эта хрень очень сильно развивается превращается может превратиться в депрессию это нормально мы разные люди поэтому у тебя несколько примеров книги приводил не несколько их там много в целом разные истории ну вот допустим мне тебя вообще не понять я могу тебя только слушаю думаю не совсем тоже понимаю я могу тебя только слушать и типа те вещи которые тебе сложно мне вообще просто максимально просто мне очень сложно сейчас расслабиться мне нужно для того чтобы расслабиться мне нужно хотя бы недельки две просто вот чтобы начинать расслабиться разлагляться то есть мне не две недели нужно просто вот отходить сначала и вот на вторую не в конце второй недели я начну уже расслабляться пока у нас осталось четыре минуты я покажу вам базу электро и так подожди и сначала надо короче рассказать сказать какие-нибудь слова я очень много слов зрителю конкретно а что ему постарайтесь насти списи найти суть до единственное напутствие который я могу дать вам это идти к своей цели но лучше для начала ее найти потом к ней идти и достигать их и ставить новые иначе ваша жизнь превратится в бесконечный поиск неизвестного знайте цену своим поступком это очень грустно звучит такой финал короче забейте тусите получаете удовольствие кайфути кайф 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 и кайф или как там да короче вообще ахона корянчик не забывайте коренчик номер телефона да у классно забивает вообще вот эти вот там и мацик кариб короче жище пиши sky короче завязываем за своим обнимашки хочу в конце обязательно очень люблю я это я это делаю короче снимаю для того чтобы просто обнимашки в конце спасибо что пришел я очень надо что-то наконец-то добрался и очень классно на столе сидел надо было на получится раньше приезжать могли бы побольше пообщаться но что-нибудь про электро бы могла спросить если вам понравилось это видео то ставьте лайки подписывайтесь на канал нажмите колокольчик обязательно чтобы получать уведомления и напишите в комментариях кого бы вы хотели увидеть следующим гостем пока